Друзья, представьте себе, что когда-то в Одессе гуляли настоящие мамонты. Точные свидетельства присутствия жизни на Земле уходят где-то в 3,7 миллиарда лет. У нас в музее собраны действительно уникальные образцы. Наш пещерный медведь, он был найден в селе Ильинка, Херсенотерий, был найден в районе Новой Елизаветовки. Никто уже не помнит, чем закончилась эта облава, но факт тот, что он наткнулся на пещеру, которая полностью была завалена костями. Наиболее интересной представляет, конечно, Тернопольская область, где мы собирали палеозойскую фауну. Некоторые экспонаты разным способом могут попадать. Конечно же, многие из них благодаря волонтерству, многие благодаря вниманию наших сотрудников. А мы продолжаем рассказать про коллекции. Найбольшие и авторитетные, безусловно, находятся в украинских музеях. Под час войны их ретельно оберегают співпрацевники музея, чтобы сохранить ценную спадщину для будущего. У нас в музее собраны действительно уникальные образцы и фонды представлены значительным количеством, более 40 тысяч. Это общеизвестно. Палеонтологический музей у легендарного Одесского национального университета – один из десяти найкращих палеонтологических музеев света. А также один из самых старых музеев в Украине, который был основан в 1865 году, в год основания самого университета. Изначально он совмещал в себе и минералогические, и палеонтологические объекты, но в принципе с 1873 года, когда самая первая коллекция была подарена студентам Владимиром Ануфричем Ковалевским, это была коллекция ископаемых моллюсков юга Франции, меловых. По сути, это был отчет вот этого палеонтологического направления в музейной деятельности университета, научно-исследовательской. Точные свидетельства ее присутствия жизни на Земле уходят где-то в 3,7 миллиарда лет, но они в виде каких-то молекул, каких-то оборванных фрагментов. А вот если мы говорим о действительно жизни на планете, истории ее развития, эволюции, то мы говорим о последних 600 миллионов. Почему? Потому что где-то на рубеже 542 миллиона лет тому назад у организмов появились твердые либо раковины, либо скелеты, и они стали сохраняться в ископаемом состоянии. А для нас, для геологов, основным инструментом является горная порода, а для палеонтолога это те остатки организмов, которые в этих горных породах есть. Вот мы, собственно говоря, занимаемся изучением организмов, которые сохраняются в горных породах. Это наши основные документы, документы палеонтолога. Найважливыми в коллекции музею есть 7 полных кистяков криптинных тварин, которые существовали в нашем регионе. Это кистяки мастодонта, трепалого коня, безрогого носорога, біоценового верблюда, слона, печерного ведмедя и мамонта. Может быть невероятным тот факт, что по Одессе и Одессе области когда-то гуляли мамонты и верблюда. Еще в 1867 году один из итальянцев палеонтолог. В Одессе области, в одной деревушке, в какой-то там сельской местности, он увидел, что сток сена подпирается большим куском костей мастодонта. Он заинтересовался. В конечном счете у него была деловая сделка с местным населением, с этим крестьянином. Оказалось, что там очень интересное было захоронение. И это был экспонат, который он в конце 19 века вывез в Италию. Правда ли, что этот череп – это какое-то особенное животное? Да, херсенотерий, который был найден в районе Новоелезаветовки. Это, скажем так, промежуточная форма, нечто среднее между жирафом и акапиумом. То есть он является родственником, считается, проще говоря, что это древний жираф, но у него не было такой длины шеи. И если вы посмотрите внимательно, тут некоторые экспонаты у нас красными точками отмечены, это галлотип. То есть он впервые был описан именно на территории Одессы, Одесской области. Одессы, 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 Одессы Жахливо, но это печерный медведь, который раньше жив на этой территории. Наш печерный медведь был найден в селе Ильинка. Наш один из самых серьезных представительных слон Юста Архидискодон. Он был найден при строительстве завода «Большевик». Был найден в стоящем положении и является, конечно, одним из таких интересных объектов нашей экспозиции. В 1952 году в селе Гребеники были найдены остатки хоботных, в том числе мамонта. Не только в области, а и в самой Одессе на Молдаванске. В 1950-е годы ХХ столетия на улице Скисни были найдены кистки мамонта прямо на территории автогаража. Их выявили студенты-археологи. А на розе улиц Картамышевский и Калинина был центральный вход в катакомб. Весь старый фонд Одессы построен на понтическом известняке. Так вот, наряду с естественными выработками, очень активно тогда стали формироваться искусственные. И долгое время никто не знал, как расположены те или иные ходы-выходы, лабиринты наших одесских катакомб. Здесь стали активно, как обычно бывает в истории, стали активно формироваться всевозможные бандитские группировки. И они уходили, спасаясь от, тогда это назывались чекисты, да, спасаясь от чекистов, они уходили в катакомбы. Их выловить было не так-то просто. Один раз во время такой облавы чекист Грицай организовал вылазку туда. Никто уже не помнит, чем закончилась эта облава. Но факт тот, что он наткнулся на пещеру, которая полностью была завалена костями верблюдов, плеоценовых верблюдов. Он, конечно, тогда не знал, что это такое. Он в буквальном смысле собрал целый мешок этих костей и принес сюда, в палеонтологический музей. Как поверить в то, что более 3 миллионов лет назад по Одессе ходили вот такие настоящие верблюда? Мамонти встречались под Киевом, уздовж Дніпра, у Миколаевской и Кропивницкой областях. На Волині свого часу знайшли давні скам'янілості листя, а подорожаючи сьогодні Тернопільською областю, легко можно найти скам'янілості морских тварин, в век яких наличие кілька миллионов лет. Их виявили студенти у своих пошуковых экспедициях. Саме так и поповнюется с нахитками студентов колекция палеонтологического музея Одесского национального университета имени Мечникова. В 2004 году были восстановлены выездные геологические практики по всей Украине, благодаря руководству администрации нашего университета. Длительное время это был перерыв с 90-х годов, эти практики затихли, их не было, а потом их восстановили. Благодаря этому мы имели возможность со студентами проехать по разным регионам Украины. Наиболее интересной представляет, конечно, Тернопольская область, где мы собирали палеозойскую фауну. Большое количество брахиопод, морских лилий, артоцеросы. В большинстве были собраны нашими студентами. Сотни образцов были найдены в осыпях в Тернопольской области. Это артоцеросы, это такие раскрученные раковины головоногих моллюсков, которые именно в одном районе сосредоточены в большом количестве. И мы их собрали, еще не все здесь представлено, в большую коробку. Мы буквально вот эти брахиоподы собирали. Мы за 20 минут собрали пол ведра селурийских брахиопод. Селур это у нас примерно, ну так грубо, 500-400 миллионов лет назад. Въехали мы как-то с нашими студентами в район Журинского водопада. Самый большой в Украине, 16-метровый равнинный водопад. И там выходы дивона, дивонских отложений. В большом количестве мы встретили тогда панцирные, отпечатки панцирных рыб, вот именно в красных песчаниках. Загальна та морская геология та палеонтология – захоплюючая та серьезная наука. У студентов есть возможность знакомиться с экспонатами, брать участь в экспедициях и делать науковые открытия. Конечно, если они внимательно слушают своих выкладчиков. Это очень удачный курс. Дети, которые хотят учиться, понимаете, они идут в аудиторию. Вот они бы могли сидеть онлайн, потому что сейчас смешанное обучение, но они просто рвутся в аудиторию. Тем более, видите, обстановка у нас какая, музей. Это же уникальная обстановка для студента. Он с первого курса попадает вот в такой музей. Есть разновидность палеонтологии, которая называется морская палеонтология. А еще есть раздел в ней, называется морская микропалеонтология. Вот он самый, как вам сказать, такой крутой. Потому что морская микропалеонтология – это изучаются организмы тоже ископаемые, но мельчайших размеров. Микроны, миллиметры. И, собственно говоря, вот эти организмы, они встречаются в огромных количествах при бурении, в кернах скважин. И они дают очень богатый статистический материал, который можно обрабатывать. Чорное море на сегодняшний день мае колоссальные поклади газу. Ці та інші актуальны для экономики Украины темы все бічно досліджуют науковцы и их закордонные партнеры. До речи, досліджение морских глубин тут началось еще в 19-м столетии. Зачатки морской геологии уходят еще к Андрусову, Николаю Ивановичу, это конец 19-го, начало 20-го века, к его экспедиции на Челленджере, к его исследованию. Вот он первый открыл серо-бодородное заражение в Черном море. Помните, какая ситуация? Раньше был флот, в советское время был научный флот. В Украине был богатейший научный флот. С тех пор, как с 91-го года, вот с момента приобретения независимости, этот флот постепенно куда-то исчез. Тогда было три судна, причем одно из суден было «Нантарос». Называлось оно, было «Океанического регистра». Оно ходило в Индийский океан, 9 месяцев было в Индийском океане. Что там делали? Исследовали железо-марганцевые конкреции на дне Индийского океана. Так что да, мне пришлось поработать в моей жизни на многих судах. И я этому очень рада, потому что колоссальный фактический материал был накоплен, который мне нужно каким-то образом обработать в западных лабораториях. Потому что нужна точная аналитика, нужно, чтобы по одной раковине вот этого мельчайшего организма, она меньше миллиметра, определить все, что только можно. Я из геологической династии, поэтому у меня с самого начала, с раннего детства, я сталкивалась с разными объектами палеонтологии, геологии. Отец у меня геолог. Конечно, я тогда еще училась в школе, но получала потрясающие письма от своего отца, который писал мне, если заканчивались чернила, например, у них некоторые рейсы длились около 10 месяцев, почти год. И, конечно, были разные ситуации. Могли заканчиваться чернила, и, тем не менее, он всегда находил выход из положения и писал мне письма чернилами кальмара. Они влавливали кальмаров, и, в общем, было очень интересно. Плюс ко всему, это были такие, естественно, научные, он потрясающий всегда был тоже лектор, и это были, естественно, научные такие экскурсы в область животных, в область морского мира, в область геологии. И впервые я столкнулась, мне очень понравились фораминиферы, которые, в принципе, были буквально приклеены там. Я себе не представляла на тот момент, как будет связана моя жизнь с этими потрясающими организмами, потому что, казалось бы, маленькая песчинка, которая неподготовленному глазу ни о чем не говорит, а может открыть очень интересную информацию. И, впоследствии, когда я столкнулась, уже будучи студенткой с микрополеонтологией, нам Валентина Венедиктовна рассказывала потрясающие и интересные, проводила лекции о фораминиферах, я очень заинтересовалась этой группой. Фораминиферы – слово, что тяжко запомнятовывается, но означает «найпростейших одноклитинных тварин». Микрополеонтологический свит складается из настоящих витворьев мистецтва, доступный до огляду только в микроскоп. Фораминиферы – одна из таких штучек изображена в этой книге, в виде вот такой ветки. Здесь также изображены другие микроорганизмы, называются астрокоды, и третьи, которые в виде червяков, называются нематоды. Для нас это микроорганизмы, у которых есть твердые раковины, кальцитовые, кальций-СО3, которые прекрасно сохраняются в ископаемом состоянии. И мы можем по ним читать историю, по ним можно определить температуру воды, в которой они жили, соленость, при которой они жили, глубину, на которой они жили и так далее. Это ископаемое, если мы говорим о бесскопаемых. Если мы говорим о современных фораминиферах, то мы говорим о мониторинге загрязнения всевозможного, мы говорим о поисках газа. А Черное море – это кладезь метана, CH4. Что такое метан? Газ, включаете плиту, загорается, вот это есть газ. То есть наша страна нуждается в этом газе чрезвычайно, понятно. И основные месторождения на сегодняшний день в Черном море есть. И вообще Черное море – это такой водоем, где метана на все черноморские страны и всю еще Европу. Можно было бы обеспечить, если бы добывать метан оттуда. Вот мы, собственно говоря, микропалеонтологию и как бы прикладываем, это ее прикладной аспект. Прикладной аспект. И мы научились, мы можем показать, где есть залежь метана по распределению организмов на дне Черного моря. Некоторые экспонаты разным способом могут попадать. Конечно же, многие из них благодаря волонтерству, многие благодаря вниманию наших сотрудников. В свое время профессор Алексеев отдыхал где-то в Херсонской области и проходил через местный базарчик. Его заинтересовало, в удивление, один из объектов продажи – это вот это самое яйцо. Он очень удивился, потому что таким образом оно могло там попасть. Тем не менее, чуть ли не последнее, что у него там было, он выменял для того, чтобы принести его к нам в музей в дальнейшем. Но при детальном изучении он обратил внимание, что здесь есть такая маленькая дырочка. Это впоследствии уже, когда изучали структуру ископаемых струссиных яиц, вот эти треугольники сделали. А тогда он обратил внимание, что вот эта вот дырочка залеплена пластилином, чем-то там. Он стал внимательно рассматривать. Оказалось, что внутри хранится бумажка. И там было описание, связанное с криминальной историей. Оказалось, что в стародавние времена, когда проезжали по тем местам два крестьянина, они наткнулись на это яйцо. Почему-то они решили, что это клад. И один из них оказался настолько меркантильным, что убил другого. Вот это яйцо проходило как вещественное доказательство этой криминальной истории. Впоследствии, когда была революция 1917 года, некоторые вещественные доказательства из сейфа местный полицейский забрал к себе домой. И после его смерти жена, которая нуждалась, вынесла все это на продажу на базарочку. Вот таким в это время проходил наш профессор Алексей. Хотелось бы отримать ответ на риторичное вопрос. Что было раньше? Страус или яйцо? Розповідати про тысячи экспонатів музею просто неможливо в одному фильмі. Тому ми рекомендуємо вам – ходіть до музеїв, колекціонуйте знання та враження. Дивіться наше відео, пишіть, будь ласка, коментарі, подписывайтесь на наш канал. Ми надалі розповідатимем вам цікаві історії про колекціонування. Дивіться на наш канал. Дивіться на наш канал.